МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот проект взорвал все шаблоны казахстанского ТВ. Наши люди не привыкли говорить об этом вслух. И вдруг на всю страну через экраны телевизора сотни казахстанских девушек признались «Хочу замуж», предложить руку и сердце в эфире, найти свою половинку, почти вслепую откровенно рассказать о предыдущих романах и, наконец, произнести заветную фразу на миллионную аудиторию «Давай поженимся». Больше пяти лет КТК соединял сердца и создавал семьи буквально в прямом эфире. Самая громкая, самая смелая, самая романтичная программа телеканала КТК. «Давай поженимся». Можешь на любовь не ответить, не пускать даже сны, но еще остались на свете колдуны, колдуны. Я тебя давно поила колдовской травой, где бы ты ни бегал, там, что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Это Смаха, да? Это Валентина Смаха, а то Настя, астролог. Если про другую ты вспомнишь, я тебя давно поила колдовской травой, где бы ты ни бегал, там, что бы ты ни делал, там все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. На земле звезда загорится, тронет ветер листву, и настанет час покориться колдовству, колдовству. Я тебя давно поила колдовской травой, никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Я тебя давно поила колдовской травой, никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой. Никуда не денешься, выжишься и женишься Все равно ты будешь мой И снова здравствуйте на КТК Давай поженимся с вами Айгуль Бабаева И мои бессменные соведущие Сваха Валентина Аринас И астролог Анастасия Водяникова Это что со мной такое? Это мои руки? Это мой голос? Это мое лицо? Да ты на меня-то посмотри Это что, мое лицо? Это что, невеста такая что ли? Я-то на кого похожа, а? Девочки, ну пожалуйста, не ссорьтесь Вот как мне кажется, все не так уж и плохо И вообще, знаете, как на эту ситуацию посмотреть? Знаешь что, Настя? Вот ты как была звездочетом, так звездочетом-то и осталась А мы с Гулей на кого похожи? Я вообще похожа на какую-то зеленую болотную тварь Какая ты нафиг фея? Ты что наделала? Криворукая ты недоучка Верни все как было И не подумаю Скажи спасибо, что я тебя в Кикимору Или в Бабу-Ягу не превратила Ну что ж, Валюша Ничего не поделаешь Придется, видимо, работать так И чего-то не хватает Хоть бы музыка какая была Ах, вся наколдую Не надо Знаешь что, Гуля? Хватит твоего колдовства Давай-ка мы и без него обойдемся Ой, ну сказки-то хочется Не хотите? Как хотите Так, режиссеры, музыку в студию Если нам скажут, ваш поезд ушел Мы ответим в рассказ, что подождем другой И чтоб на перроне скучать не пришлось Мы накроем стол И мы пьем за любовь И будет хорошо Все будет хорошо Все будет хорошо Я это знаю, знаю Хорошо Все будет хорошо О, чувство Я девки загуляю Ой, загуляю Труба Труба Давай, давай Если на утро болит твоя голова Мы скажем прямо Ты не умеешь пить Как некрасиво лечиться одному Но лучше скальники вам выпить По чуть-чуть и будет хорошо Все будет хорошо Все будет хорошо Я это знаю, знаю Хорошо Все будет хорошо Ой, чувствую Я девки загуляю Труба Ой, загуляю Жизнь такое, спортлото, полюбила, но не то Выграла в виде фото, присмотрелась, идиот Я для всех покрыла стол, есть суперчик и рассол Будем мы сейчас гулять, наливать и выпивать Хорошо, всё будет хорошо, всё будет хорошо Я это знаю, знаю, хорошо Всё будет хорошо, очень с S.E. Девки загуляют до субботы Пулаù о еще, всё будет хорошо Всё будет хорошо, я это знаю, знаю, хорошо Все будет хорошо, ой, чувственные девки загуляют, ой, загуляют. Давай! Давай, давай! Никита Рамсой! Давай, давай! Ну вот, совсем другое дело, давайте начнем. Давай пожемься на КТК. У нас невеста прекрасная Солоха. Ну, Солоха, здравствуйте, а почему одна? Да потому что подруги замужем давно. Да и ладно, я буду вашей подругой и помогу, чем могу. Спасибо тебе большое, помогла уже, век не забуду. Валя, а ты опять за свое? Мы договорились ведь. Вот, а давайте спросим у нашего астролога, что говорят звезды о нашей невесте? О, сейчас начнется. Венера в закате, Марс в зените, а все звезды вообще в шоке. Ну, вы знаете, напрасно, Солоха, вы так. Не все у вас в закате. Ну, просто, как известно, самая яркая ваша черта – это умение нахамить. Вот именно. Самый лучший, ну, один из путей, который вы выбрали. Будет прекрасно, если жених примет эту вашу черту характера. Вот и славно. Солоха, сама-то какого жениха ты себе желаешь? Чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. В дом зарплату отдавал, тещу мамой называл. И к тому же, чтобы он и красив был, и умен. Вот запросики-то, да? Это называется эмоциональная инфантильность. Солоха, вроде немаленькая, в сказки-то веришь. А ты мне сама сказку обещала, так давай. Да, пожалуйста. И прямо сейчас знакомство с первым женихом – Султан Василь. Оставайтесь с нами. На КТК праздничный выпуск «Давай поженимся». В студии невеста – прекрасная Солоха. И первый жених – Султан Василь. Солоха, ну иди, встречай жениха. О, Солоха. Свет моих очей – мечта тайных грез. Сладость всей моей жизни. Как я долго ждал этой встречи. Да ладно, хватит мне тут реверанса-то разводить. Соловья вас имени кормит. Подарок-то принес, нет ли? О, кольцо как кольца, я люблю. Позвольте вам показать ваши прекрасные пальчики и припасть к вашим ногам. Да ладно уж, пошли знакомиться. А то там еще двое очередей ждут, чтобы припасть к моим ногам. Пошли уже. Пойдемте. Здравствуйте, Ваше Величество. Какое имя у вас интересное? Васим. В переводе с арабского означает красивый, миловидный. Вася по-нашему, значит. Здравствуйте. Рад вас приветствовать, милые дамы. О, Солоха, свет моих очей. Смотрел я на вас в магический хрустальный шар и понял. Вот она. Та самая единственная, которая мне нужна. Та самая зрелая, справедливая и мудрая. А что ж такое интересный мужчина? И у нас до сих пор один. Один? Как так? Не один я. Гарем у меня есть. Жены. Много. Красивые. Хорошие. Персики. А зачем же вам наша Солоха-то? Жены у меня, конечно, много. Хорошие, но глупые. Дерутся, ссорятся. Друг в друга плюют. Боевай. Из-за меня ссорятся. Да так, что про меня забывают. Так это, от Солохи-то чего же хотите-то? Станет моей старшей женой, усмирит их, полцарства в придачу отдам. О, это уже деловой разговор. Вот смотри, Солоха, а что хороший жених? Вот станешь байбеше, всех построишь наших токалок там в ряд и начнешь ими командовать. Как тебе наше предложение? Ну, вообще-то заманчиво, конечно. Надо подумать. А что у тебя еще есть, кроме твоего гарема? Волшебная страна, дворец мой. Большой-большой, много слонов, верблюдов. Караваны ходят, шелк, алмазы. Все тебе отдам, только будь моей женой. Стань моей султаншей. Ах, Вася, Вася, как же ты красноречив. Да все вы, мужики, одним миром мазаны. Сначала наврете девушке с три короба, а потом что, под замок? О, Солоха. Ладно, ладно, я подумаю. Ну, дорогая Кассандра, ну а с точки зрения астрологии у нашей-то Солохи с султаном что-то получится? Да легко. Она просто разгонит всех остальных жен султана. Да ладно, а сюрприз-то покажешь, что там? Конечно. Хочу пригласить любезную Солоху Джан на красивый танец. Ну, пойдешь-то, милая? Пойду, наверное, раз пригласил. Чего же там, станцую? Ну, сходи, посмотрим сюрприз-то. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Да хиба ж так танцують? Ребятки! Милый Вася, я снялась в белой кофте под ремень, А не в той, что отдалась, а у той, что ты велел. А как танцевать-то надо? Ну-ка, зажигай! Милый Вася, я снялась в белой кофте под ремень. Милый Вася, я снялась в белой кофте под ремень. Милый Вася, я снялся с первым женихом. А впереди встреча-то со вторым не пропустите. Ну, давай, посмотрим, посмотрим. Канун Нового года. Давай поженимся на КТК. В студии невеста Солоха. И второй жених. Шрек. Шрек? Шрек! Ну-ка, глянь, нет ошибки. Нет, правильно. Правильно все написано. А что, этот сказочный, это твой супруг? Вот тебе, на тебе все в томате, Кассандра-то. Да приживой-то жене. Да что, что же это делать? Ну что, ты меня отправишь или мне самой идти? Я совсем, что ли, из ума выжила? Вот своими руками. Вот мужа своего. Чужой бабе-то отдавать. Ну так раньше, милая моя, надо было думать, когда сказку свою затевала. Ежели бы я знала. Вот написано. Заморское чудище. Ну так что теперь? И сказки конец. И кто слушал, у того по усам текло, а в рот не попало. Так что ли? Ах ты, елки-метелки. Вот ты кака. Змея подколодная. Подруга называешься? Ну иди, иди. Посмотрим на твою встречу. Привет, высокое собрание. Ну, помолчи, ось, ел. Здравствуйте, дамочки. Аж ошибочка вышла. Какая ошибочка? Я не к вам. А к кому же? Своей жене. Фиона. 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 Ты этот со своими поженилками забыла про наш семью. Про наш любимый болот. А дети, а дети-то плачут, ищут, хочут к мамку. А, Фиона, я наловил твоих любимых крыс. Вау. Ну, их некому запечь. Пошли домой, а, Фиона. Ну, конечно, Шрек, дорогой, пошли. Я только сейчас поняла, как я по тебе соскучилась. Как я тебя люблю, мой дорогой. Пошли домой, Фиона. Пошли, конечно, пошли. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Шрек, извини, я не могу прямо сейчас уйти, ну подожди еще немножко Ну еще один жених, ну мне надо же Солуху выдать замуж Ну у сказки должен быть счастливый конец, милый Шрек А мне можно здесь подождать? Ну конечно, присаживайся рядом со мной Интересно, девки пляшут Яшка, тебе что-нибудь понятно, нет? А что тут непонятного? Любовь? Эх, а я-то теперь кому осталась нужна? Ну раз у вас тут хэппи-энд, то я пошел отсюда Иди Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, я Вальтазар Укротитель прелестных дам Мечта всех женщин Ой, нескромно, но метко Я даже позавидовал своей подружке, что не я невеста Фиона, помни о доме! Ну же, у нас дома три маленьких огрыков Ну я помню об этом, родной Мадам, я покорен вашей красотой Жгучие красотки вроде вас всегда в моем вкусе Вам понравился мой выход? Да уж потешил А то я тут в этом рассаднике телячьих нежности заскучала уже совсем Чуть не уснула Вижу-то, Солуха Глазки-то загорелись Ади-то каверных вопросов-то задавать не будешь А что тут спрашивать? И так все ясно Гарный хлопец Мне такое вполне подойдет Ты вола забрячь смеешь? Вола? Это что? У меня был Черный бумер Белый мерин Какой белый Какой мерин Сам ты мерин Вола-то вьючное животное Бык А черевички Сафьяновые сможешь мне достать? Легко Если вы так сильно любите рыбалку А при чем здесь рыбалка? Так вы же сами просили червячков Да не червяков, а черевички Видишь, мои совсем уже износили Сталенькие стали Ты его еще спроси Сам ли он убил того хорька Из которого сшил эту курточку? Да уж, видно, основное дело, что не сам А может ли он черта оседлать? Чтоб червячки тебе достать-то? Да, видно, у этой сказки не будет хэппи-энда Соцсериализм победил Ну не все так плохо Зря ты так, подруга Еще Кассандра не сказала свое веское слово О вашей совместимости Ну, Кася Ну, давай Обнадешься, луха-то Ну, на самом деле, альянс возможен Правда, это будет не альянс, а мезальянс Ну, понятно, что такой жених Это не украсть на деревне Ну и не прикараулить Ни богу свечка И ни черту кочерга Ни рыба И ни мясо Нужно еще продолжить Этот ассоциативный ряд Ой, хватит уже И так все ясно Для Солоха Но без жениха-то я тебя не отпущу Ну так нет же его жениха-то Который был бы мне подстать Да какого ж тебе рожна надо Вот если бы богатство И статус султана Ум и преданность Шрека И молодость и красоту Вальтазара Все в одном флаконе Вот это бы побыло бы по мне А для тебя, подруга Хоть звезду с неба лови Абра-кадабра-шумра-бадубра О, сказочный жених появись Солохи у нашей Покорись Ой Боже мой, случилось все, что чем мечтала Будь моей, прекрасная Солоха Согласна, я пойдем Пойдем Ой, за подругу-то порадуемся Расскажи, меха-горошка Пой, не разговаривай Пой, частушки, баба-ёшка Пой, не разговаривай Я была на веселье И летала на петле Будь сама не верю я Увы, эти суеверия Шла лесной стороной Увязался черт за мной Думала мужчина Что за чертовщина Снова я иду домой Снова черт идет за мной Плюнула на пляшему И послала к лешему Самый вредный из людей Это сказочник злодей Очень он очень вкусный Жаль, что он невкусный Расскажи, меха-горошка Пой, не разговаривай Пой, частушки, баба-ёшка Пой, не разговаривай АПЛОДИСМЕНТЫ Все, снято, спасибо Давайте Да кто придумал этот сценарий вообще Я просто не знаю Ну я не знаю, кто придумал Не буду, да не буду я ничего делать Не буду я ничего делать Девочки, ну а мне все понравилось Ой, Настя, ты как всегда АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И это только первые 30 лет И мы благодарны каждому телезрителю За то, что вы с нами Мы делаем общую историю Не переключайтесь Смотрите Катакан ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самые бодрящие, легкие и познавательные программы КТК Утро и еще не вечер Полезные советы, удивительные истории Свежие новости Это телевизионная чашечка кофе По утрам или глоток бодрящего лимонада В конце рабочего дня Программы, которые будили, вдохновляли Развлекали наших зрителей много лет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте Думаю, постоянные зрители нашей программы Уже успели заметить, что я меняю мужчин как перчатки Но, вы знаете, это не происходит не потому, что я такая ветреная Или непостоянная девушка Просто потому, что, как директор канала Я имела в виду, в смысле я хотела сказать, что мне трудно найти идеального мужчину И сегодня мой выбор, друзья, пал на очередного красавца-мужчину Да вы что-то не просто мужчина, а звезду кино, мировой величины Бизнесмена, к тому же, ресторатора, винодела, писателя, даже певца И все это в одном лице Ну, а что, думаете, я не могу привлекать таких мужчин к себе? Вполне могу Жерар Депардье, собственной персоной Встречайте, здравствуйте Жерар Реневьевович, если называть ваше отчество по-русски, да? Рене Депардье Рене Депардье Жерар Рене Депардье Мне нравится и так Я бы хотела сейчас обратиться к господину-переводчику Скажите, как мне по-французски сказать Возьмите меня замуж, я очень хочу в Париж Это да? Это вы? Да Если хотите в Париж, я беру вас в Париж Мы поедем вместе, и там, перед свадьбой, мы познакомимся поближе А, перед свадьбой все-таки То есть, это как бы медовый месяц, только наоборот Просто получается так, что мне надо развестись до этого А, так, Жерар Депардье вычеркиваем Ага, хорошо Ну что ж, мы чуть позже побеседуем с Жераром Депардье о нашей стране, о виноделиях, о его практически уже родном селе Южно-Казахстанской области Но сначала я хочу попросить уважаемого Жерара Сегодня же вы ведете со мной программу вместе Поэтому, если вы можете, прочитайте анонсы к нашей программе Свежий выпуск новостей шоу-бизнеса Если кто-то сейчас включил телевизор и думает, что смотрит программу «Изучаем русский» с Жераром Депардье, то вы почти правы Эта программа еще не ведет Знаете, у нас самая честная программа на нашем отечественном телевидении Поэтому выкладывайте, выкладывайте все на чистоту Выкладывайте все магнитики, которые вы мне привезли Ага Вы не привезли мне магнитики, я так понимаю Вы сами для меня как магнит Как если вы остаетесь в моем холодильнике как магнит, то я согласна А то я вам писала же письма Не будьте банальными, Жерар, не везите их или убавишь, не привезите мне магнитики Вы, наверное, не получали мои письма, ну да ладно Жерар, я слышала, что вы недавно были во Владивостоке, в России, да? И вам не понравились ужасно местные дороги 30 километров мы ехали полтора часа Единственный вариант ехать во Владивосток Вам нужна полицейская помощь и полицейская машина Интересно Тогда такой вопрос, только честно Что вам не нравится у нас в Казахстане? Я искал, но пока не нашел Алмата это прекрасный город, в котором живут щедрые и симпатичные люди Помимо этого здесь очень симпатичные и красивые девушки и женщины К сожалению, я пока не говорю по-казахски, чтобы с ними со всеми познакомиться Когда мы снимали фильм около Шемкента, я жил в деревне, вокруг была природа И рядом были симпатичные и хорошие люди Казахстан производит впечатление более простой страны, чем остальные И я потихоньку сам проникаюсь, привыкаю к казахскому быту Я думаю, вам все нравится у нас в Казахстане, это потому что вы еще пока не знакомы с нашим казахстанским шоу-бизнесом Вы кого-нибудь знаете из казахстанских исполнителей? Ну что же вы так, я встречался с вашими певцами У них хорошие голоса, наверное, потому что в самом начале казахи были кочевниками И развлечением было рассказывать истории и петь Мы не зря заговорили о шоу-бизнесе, потому что далее у нас новости шоу-бизнеса Гвен Стефани увековечили, и как это принято в отношении звезд, в воске Фигуру презентовали в музее имени Мадам Тюсо, что в Лас-Вегасе 250 раз отмерь, один раз отрежь Видимо, такого принципа придержались создатели фигуры На свое творение они потратили около полугода времени и 300 тысяч долларов 40-летняя солистка группы NoDapt немало удивилась своему сходству с фигурой Когда они поставили ее передо мной, это было невообразимо Зубы, да и вообще все настолько реалистично Это просто вынос мозга Сама восковая фигура на 2% больше оригинала Говорят, на тот случай, если жаркая погода в Лас-Вегасе заставит воск слегка растаять На Кэти Перри запретили смотреть лицам до 16 лет Ближе к Новому году должен был выйти выпуск программы «Улица Сезам» Популярной среди детей школьного и дошкольного возраста Кэти в ней снималась Однако после того, как отрывок программы выложили на YouTube В редакцию Сезам стали приходить письма с жалобами и просьбами не выпускать программу в эфир Дело в том, что Кэти Перри была одета в коротенькое сексуальное платьице А на голове у нее была свадебная фата Завершалась ей великолепие песня «Hot and Cold» хит 2008 года Кэти исполнила ее для персонажа передачи «Элмо» Вот родители всего мира и возмутились, заявив, что если программа выйдет в эфир, то это будет не «Улица Сезам», а «Авеню де Кольте» Анжелина Джоли дебютирует в качестве режиссера Правда, пока не знает, как назвать свой фильм Зато актрису на главную роль уже нашла Роль боснийской девушки сыграет Зана Марьянович Действие фильма разворачивается перед войной в Боснии История любви на фоне разрастающегося насилия и разрухи Анжелина Джоли будет выступать в роли продюсера и режиссера картины Сопродюсером фильма является Грэм Кинг, приложивший свою руку к отступникам Мартина Скорсезе Напомним, первым творением Джоли был фильм «Солт» Первый блин комом Посмотрим, что будет дальше Теперь немного о кино Я слышала, что вам предложили в России, опять же, сыграть роль Распутина Вы мечтали снять фильм и сыграть фильм в главную роль Теперь ваша мечта сбывается, да? Да, вероятно, так и будет Все будет происходить на базе Мосфильма Путин выделил деньги на эту ленту еще в 2000-м году Знаете, мы готовились к вашему приходу Естественно, прошустили весь интернет Помимо моей шестичасового пребывания в парикмахерской У покупки нового платья Я еще и в интернете много информации прочитала После окончания съемок фильма «Поздняя любовь» В котором Жерар Дебардье сыграл одну из главных ролей Жители села в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области Выразили желание, чтобы их село было переименовано в честь известного французского актера Вы? Как вам эта информация? Потрясающе! У нас тут вот есть... Амашат? У нас тут есть даже варианты названия, которые рассматривает сейчас Томастическая комиссия Тюлькубасского района Звучит странно, но тем не менее Выбирайте, какое вот вам нравится Есть варианты названия села Усть-Дебардинск, Нижние Жерары Улькен-Жерар Бухар-Жерар Вот так вот интересно Или поселок имени Батыра-Жерара-Дебардье Вот Какое вам кажется самым благозвучным? Я вот... Думаю, лучше сами пусть выберут Но мне бы хотелось, чтобы маленький мост, который проложен через реку в том селе Назвали Жерар-Машат Жерар-Машат? Ага Я так и передам Амномастической комиссии Тюлькубасского района Да, это ваша личная просьба будет Я думаю, что жители сейчас Тюлькубасского района ужасно радуются Далее в нашей программе Мы же ведем с вами программу сегодня У нас будет рубрика Караоке со звездой, Жерар В этой рубрике наши звезды Проходят такой своеобразный тест Поют в караоке Караоке Насколько я знаю, вы очень разносторонний человек К тому же вы и певец, вы выпускаете свои собственные диски Беуси А можно вот, может быть, такой эксклюзив специально для наших телезрителей Ну, что-нибудь из своего исполнить Я лично не слышала, как поет Джерарди Пардье Хотела бы услышать вот сейчас Какую песню? Да, да, помню, помню я Как меня, меня любили Помню, помню, помню я Как меня, меня любили Прекрасно, прекрасно Жерарди Пардье специально для «Еще не вечер» А вот это вот можете Бомбон и шоколад, ты мне папа руманит Ну, ладно, я просто Поэтому я веду эту программу, а не пою Ну, да ладно, знаете, так и хочется, когда вы поете Так, протянуть вам 200-теньговую купюру в карман и сказать А можно мурку? Вот замечательно поете Далее у нас рубрика «Караоке со звездой» Сегодня в гостях у рубрики «Караоке со звездой» Выпускница конкурса «Жаз-канат» Известная казахстанская певица Жанна Аренбасарва Кстати, Жанна признала, что очень часто ходит в караоке-бары, но не поет Потому что многих песен не знаю А вот так вот пробовать, когда народ сидит, мне как-то не позволяет Как и все наши гости, Жанна еще не знает, какие песни будет петь Это сюрприз! Итак, первое задание – ретро-песни А сегодня праздник у девчаток Сегодня будут танцы Еще больше горя С утра горя на румянце Жизнь у девчата стоит Припев я точно знаю А запев я не знала И из-за этого я не помню, я неправильно, по-моему, спела Но я выкрутилась в любом случае Выкрутилась – это точно А вот как насчет хита певицы Максим? Сможет ли на этот раз выкрутиться Жанна? Я примерно знаю, там идут аккорды Я уже просто уже… Я сочиняла музыку И все А что-то похожее было или нет? Похожее Правда было? Какая я молодец! Вот так опытные певцы выходят из сложных ситуаций А теперь обязательное задание – песня на английском языке Не знаю, чтобы Павла напела Не знаю, как лучше А получилось весьма неплохо И последнее испытание для Жанны Аренбасаровой Песня коллег по цеху группы «Астудио» Это казахская народная песня В конце по старой доброй традиции Наши гости наконец-то могут выбрать песню сами Жанна долго перебирала песни Аллы Пугачевой И остановилась на шлягере Ирины Понаровской – «Рябиновые бусы» Кто меня знает, они поймут, почему я песню люблю Потому что они знают Подружки особенно Такие слезливые, баксливые песни Все время заказывают мне Жанна с паренью «Рябиновые бусы», «Рябиновые бусы», «Рябиновые бусы» С вами была Жанна Аренбасара Специально для программы «Добрый вечер» Еще не вечер Еще не вечер? Перед рубрикой «Это интернет» Немного об интернете Я знаю, что вас, конечно, много пишут И вот мы... Самое забавное, например, что вы сами прочитали о себе в интернете Какой-нибудь, не знаю, курьезный случай, момент Да я вообще интернетом не пользуюсь Критики пишут о вас, Жерар В интернете Депардье напоминает танцующего медведя Наряженного в мешковатый вельветовый костюм В связи с этой информацией у меня вопрос к вам, Жерар Как здоровье этого критика? Он в полном здравии, этот критик А раз пишут, это радует Главное, чтобы люди о вас говорили А вы, кстати, себя вот сами с каким животным ассоциируете? Наверное, правильно будет действительно медведь И немножечко лев Также слон с большим хоботом Ну что ж, да Знаете, я все-таки прочитаю еще одну информацию Которую я тоже вычитала в интернете Когда вы уехали из этого села 90% новорожденных мальчика в этом селе назвали Жерарами Неужели? Вы не имеете к этому факту никакого отношения? На самом деле я люблю и детей, и женщин У меня есть дети Но мне нравится, когда мать занимается с ними А я просто прихожу пообниматься, поиграть На самом деле это была шутка Я сам занимаюсь своими детьми Мне важно, чтобы у них были хорошие условия Чтобы было все необходимое На самом деле я бы на вашем месте так не радовалась Потому что 15% этих женщин вполне может прислать письма И подать на элементы Хотя я, например, была бы не против Родиться такого талантливого человека, как вы Далее это интернетно у нас И несмотря на звездного гостя Нарушать традицию не будем Пятничный выпуск это интернетно Это заряд позитива Это подготовка к выходным Ну, за небольшим исключением Видео одного ролика со смыслом Так что приступаем Выходный Отличное время для путешествий Не слишком длительных и на небольшие расстояния Так что велопутешествия в самый раз И лучше путешествовать вдвоем И совсем замечательно Если ваш тандем веселит окружающих А это очередной креатив из сети Ролик называется Неимоверный трюк с мечами Да, не сразу у мужчины получается выполнить трюк Но в конце концов Да, вот он, этот неимоверный трюк А вот и самый серьезный ролик выпуска Российский церковно-общественный совет По защите от алкогольной угрозы Запустил в Рунете социальную кампанию Видео снято по мотивам сказки Братьев Грим, крысолов Только флейта из бутылок сделана Примечательно, что рекламный ролик не содержит каких-либо призывов или титров По которым можно понять заказчиков компании Сюжет заканчивается надписью 700 тысяч ежегодно на черном фоне Церковно-общественный совет приветствует размещение роликов социальной рекламы в интернете И дает разрешение на их распространение Вот как задумались А вот еще ролик про алкоголь Чуть повеселее Называется «Пивная диета» Красотка хвастает своей прекрасной фигурой Она говорит, что похудела благодаря особой диете Девушка употребляет только пиво Одно пиво – это 100 калорий Семь – 700 калорий Я пью 12 кружек Это немного калорий Когда я ем еду, она усваивается и я толстей А когда пью пиво, много пива, 12 кружек Оно не усваивается А еще на следующий день я совсем не могу есть И это тоже помогает не потолстеть Кстати, в конце ролика титр Это все шутка Если вы действительно думаете, что пиво сделает вас стройным, вы идиот А в конце ролик совет Вот так можно отвязаться от навязчивых репортеров В завершении хотелось бы задать вам такой вопрос Вы себя считаете счастливым человеком? Я очень счастливый человек Важно быть позитивным В молодости жизнь заставляла меня думать о плохом Но сейчас я мыслю только позитивно С возрастом поменялся Чем больше позитива, тем больше силы Ну и в завершение Вы не могли бы моему племянницу, Артему, оставить автограф? Я продиктую, что нужно написать Напишите, пожалуйста, Артему Артему от Абеликса Так И теперь самое главное Вы? Давай Спасибо большое Артем будет счастлив Ну и вот здесь, пожалуйста Вот тут вот поставьте Вот здесь вот где реквизиты Вот здесь распишитесь, пожалуйста Тоже автограф Это по поводу женщин? Нет, это по поводу моей подруги Автограф Ничего личного Ага, вот здесь Я вот здесь тоже Можно? Я вам тоже автограф оставлю На вашем экземпляре Заберете, это ваш Ну, вы же всем даете А вам никто не дает Обидно, наверное Это вам от меня Вот здесь тоже Распишитесь, пожалуйста Да Это ваш экземпляр Вы можете себе оставить Ну, да А вот так вот, друзья Я, в общем-то, закрыла Сегодня Сегодня Свой вопрос Своей личной жизни Да, я думаю Что теперь мы О, будем видеть С Жераром Депардье Ну, да Ну, в общем, давайте заканчивать Это был Жерар Депардье Специально для любителей программы Еще не вечер И для всех Телезрителей канала КТК А с вами, я думаю Мы увидимся дома Спасибо вам большое Я подготовилась Вы мне бриллианты дома отдадите Вот этот замечательный Малахан Теперь ваш Можно я ее Примерю У вас там во Франции Наверное, зима-то холодная Ну, все Теперь мы настоящие Пара Настоящая пара Спасибо Вам спасибо Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Ну все, Семен, давай танцуй. Поехали, у меня для тебя письмо. Танцуй, танцуй. Верочка, ну хватит. Вы когда последний раз почтовый конверт в руках держали? Хватит меня вывернутой упаковкой от чипсов вообще дразнить. Давайте уже программу начинать. Ну знаете, прошлый раз прокатило, ничего так получилось. Здравствуйте, это программа «Еще не вечер». Смотрите сегодня в выпуске. Мила Йовович, круче, чем мачете, докажет рубрика о киносборах. Татушка снова выходит замуж. Свадьба – это ужасно. Соглашаемся вместе с этой интернетом. В нашей программе завтра исполнится два года. Все это время в «Еще не вечер» есть новости шоу-бизнеса. И за это время, что только я не делала перед этой рубрикой, и пела, и танцевала, и стихи декламировала. Однажды даже диалог из Крылова исполнила. Но, знаете, ни один продюсер мне так не позвонил. Ну правильно. Вы же, Вера, все это в студии делали. Где же еще? А надо было в кровати. Тогда бы точно позвонили. Ну, знаете ли, Семен, в наше время в шоу-бизнес так не попадали. Джонни Депп признан самым высокооплачиваемым актером Голливуда. Денежки в кошельках знаменитостей посчитал журнал «Форбс». Согласно изданию, в период с июня 2009 года по июнь 2010 года Депп заработал 77 миллионов долларов. Большую часть принесла ему роль безумного шляпника в сказке «Алиса в стране чудес». Впрочем, именно Джонни вытянул этот фильм. Деппу уже 47 лет. Вот уже 12 лет он живет в гражданском браке с французской актрисой и певицей Ванессой Паради. У них двое детей. Джонни с семьей обосновался во Франции. У него небольшой дом. Он любит копаться в огороде, удить рыбу и общаться с деревенскими жителями за стаканчиком местного вина. С меньшим, но все равно весьма внушительным доходом в 53 миллиона долларов на второе место взобрался актер Бен Стиллер. Фильм «Ночь в музее 2» очень удачно прошел в прокате. Замыкает тройку лидеров Том Хэнкс, заработавший с июня 2009 по июнь 2010 года 45 миллионов долларов. В основном доход Хэнксу принесли съемки в фильме «Ангелы и демоны» по одноименной книге всемирно известного писателя Дэна Брауна. Также, по данным издания, он прилично заработал за счет фильмов и ток-шоу, которые сам спродюсировал. Мэтт Дэймон по приглашению Клинта Иствуда отправился в потустороннее. Актер и режиссер представили свою новую драму на кинофестивале в Торонто. Это три параллельные и вскоре пересекающиеся истории о людях, познавших смерть. Французская журналистка, пережившая цунами в 2004 году, и наркоманка, потерявшая в автокатастрофе одного из десятилетних сыновей-близнецов, обращаются к медиуму в поисках ответов и утешения. Это, конечно, заставило думать меня о загробной жизни, но фильм не изменил моего личного отношения к этой теме. И вообще, это дело каждого человека. И все-таки наши истории помогают задуматься о жизни. Интересно, что на фестивале в Торонто Мэтт представит еще один фильм «Настоящее мужество братьев Коэнов». Юлия Волкова в третий раз собралась замуж. Экс-участница скандального дуэта «Тату» совсем недавно рассталась со своим супругом Парвизом Ясиновым. И времени зря не теряет. Уже полгода она встречается с предпринимателем по имени Вадим. «Свадьба у нас в планах, а детей рожать мы пока не собираемся», — говорит Юля. «Зачем так быстро? У меня уже есть двое детей. Я же не бэби-машина». Волкова призналась журналистам, что они с Вадимом теперь живут вместе, а в скором времени пара улетает в Америку. Последние три года Волкова и так жила на две страны, правда, с другим мужчиной. А вот дом в США у Волковой останется. Там с ними будет жить двухлетний сын Волковой Самир, а шестилетнюю дочь Вику воспитывают родители певицы. Летающие спартанцы над Трафальгарской площадью. Сотни людей были шокированы, увидев, как парит над небом человек с ракетным ранцем за спиной. Оказалось, что это часть рекламной кампании, посвященной выходу в свет компьютерной игры «Hello, Rich». Совершенно неожиданно для прохожих человек, одетый в костюм спартанца, стал подниматься над землей. Окружающие сначала приняли это за чудо, но вскоре выяснилось, что он персонаж компьютерной игры. Однако полет был самым настоящим. К костюму приделали ракетный ранец и заправили топливом. Это было невероятно и очень громко. Тот парень совершил потрясающий трюк. Он облетел вокруг площади и приземлился между этими двумя спартанцами. Это впечатляет. Сама новинка, названная самой ожидаемой игрой года, поступила в магазины США и Европы накануне ровно в полночь. И продолжаем экскурс по домашним питомцам ведущего рубрики «Это интернетно». Не многие знают, но у Виталия Богданова некоторое время назад жили две кошки. Первую кошку звали Кошка. А вторую, соответственно, Кошка 2.0. Я даже боюсь представить, как он жену до свадьбы свою называл. Бета-версия, что ли? Боишься? Так не представляй. А у нас это интернетно. Да какая разница, как я кого называю. Главное, чтобы невеста не была триал-версии. В смысле, бесплатно, но только на 30 дней. И продолжая тему, скажу. Оказывается, день, когда двое любящих сердец соединяются воедино, не всегда бывает удачным. В смысле, с помощью роликов и сети сегодня докажем, что свадьба – это не только весело и красиво, но еще опасно, драматично и даже тупо. Первый ролик выпуска доказывает, что лишние понты и экстрим на свадьбе не всегда к месту. Жених получил, судя по всему, тяжелые травмы. Невесту, может быть, пышная юбка спасла или то, что сзади сидела. И еще случай, который вряд ли понравился молодоженам. Ну, какая русская свадьба без драки? Однако, не настолько рано ведь. Но хуже всего может быть после свадьбы. И совсем не обязательно из-за того, что придется жить с тещей. Вот ролик, который доказывает, что даже свадебное видео может быть арт-хаусом. Хотя это скорее относится к трэш-направлению в искусстве. Судя по всему, молодые наняли очень креативного оператора и видеоинженера. И, к несчастью для себя, полностью доверились им. Свадебный супер-креативщик. Видно, она качала сети множество так называемых футажей. Вот этих самых фектов, бабочек, сердечек. И смонтировал для молодоженов вот эту забавную вульгарщину. Но хуже всего для молодоженов то, что видео попало в сеть. Теперь на драмантической безвкусице с ними в главной роли потешается весь рунет. А в конце, чтобы как-то сдобрить сегодняшний туповато-драматичный выпуск, раздел «Сетевая классика». Это ролик со свадебным танцем Кевина и Джилл. В 2009-м он буквально взорвал интернет. Только у одной из копий ролика, только на YouTube, более 55 миллионов просмотров. Американская пара доказала, что танец молодоженов – это не обязательно нудное и неуклюжее топтание в обнимку, поднабившее скомину медляк. А свадьба может быть не только скучным застольем, но и веселым шоу для родственников и друзей. Будьте креативны! Совет вам да любовь! Вы знаете, мало кто знает, но раньше рубрикой «Хендмейд» в нашей редакции занимался наш главный редактор. Но после того, как его пару раз остановили гаишники с вопросом, «Почему, мол, на автомобиле из картона ездите, с колесами из макраме не положено, мол?» И он потом после этого еще всему одел носки две недели шерстяные, вязал, чтобы его прав не лишили. Он стал заниматься другой рубрикой. Ты знаешь, Вера, у меня сейчас такое ощущение, что кого-то из нас двоих сейчас премии лишили. Ну, ничего страшного, Семен. Будете впредь лучше работать. Рубрика «Хендмейд» для тех, кто знает, что значит быть в плену суперклея. Чудачик с ревизитетом любят многие. Но как из вещички старомодной сделать новомодную, подскажет дизайнер Анна Скорикова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую именно вещь сегодня мы будем делать? Сегодня мы будем делать из старой виниловой пластинки стенные часы. Винил пользуется особым почетом у дизайнеров. Практически сразу после появления кассетных магнитофонов, вышедшие из употребления пластинки продолжили свое существование в виде баз, подставок и даже осветительных приборов. А нам для изготовления часов понадобится, собственно, пластинка, часовой механизм со стрелками, циферблат и плоскогубцы. Я решила, что буду делать часы на морскую тему с ракушками. Наш дизайнер принесла несколько заготовочек. И вот почему ракушки такие розовые. А как тонировать ракушки? Для этого можно взять обычные акриловые краски. Просто мы пальцами чуть-чуть растираем капельку нужного нам цвета. При изготовлении часов важно точно нанести отметки на циферблате. Я предлагаю на основные цифры сделать крупные ракушки. А мелкие ракушки можно в хаотичном порядке приклеить на пустое пространство. После того, как наш декор подсох, я думаю, уже последний этап, мы будем устанавливать часовой механизм. Сначала мы в отверстие, которое есть в пластинке, продеваем сам механизм. Затем мы его закрепляем на шайбу. Если не будет ничего задевать, они будут правильно показывать время. Мы вставляем батарейку. Теперь крепление, чтобы на стену вешать. Часы из пластинки в морской тематике готовы и получились очень даже оригинальными. Наша гостья показала нам, как могут выглядеть часы в других стилях, с другой темой оформления. Творите, творите, еще раз творите. И пусть вас ничего не останавливает в ваших фантазиях. Всем пока! Жители Греции могут полюбоваться своим предкам, жившим 7 веков назад. Ученые восстановили лицо 11-летней девочки, скелет которой был найден при раскопках. С первого взгляда кажется, что эта девочка живая. Специалисты старались добиться эффекта натурализма, и им это удалось. Греческие ученые в сотрудничестве с коллегами из Швейцарии решили узнать, как выглядели люди, строившие парфенон. Анализ ДНК и прочие находки помогли сделать это. У нас был череп и идеально сохранившиеся зубы. Причем там были даже молочные. Это позволило добиться почти 100% идентичности. На помощь ученым пришли современные 3D-технологии. Все сохранившиеся параметры были внесены в компьютер, и машина выдала портрет. Экспонат можно увидеть в Афинах на выставке, которая называется «Лицом к лицу с историей». А следующая рубрика для тех, кто хоть однажды задавал родителям вопросы, типа «А что, правда, что ли, раньше интернета не было?» Или вот такая вот «А Горбачев – это сын Ленина?» А стиральный порошок «Лотос» в экономичной упаковке продавали? А «Мурзилка» – это советский спанчбоб, да? В общем, наша рубрика «Ретро-новости» для тех, кто задает вопросы, и для тех, кто знает на них ответы. В Кокчетавской области в сентябре 1974 года товарность молока составила 85%. Легко представить, какую громадную выгоду получат хозяйства, если они повысят товарность хоть на 10%. В связи с этим областное управление сельского хозяйства провело семинар по технологии приготовления заменителя цельного молока. Ведь применение искусственного молока приносит большую выгоду. Оно обходится в два раза дешевле, чем цельное. А это письмо было опубликовано в газете «Казахстанская правда» за 14 сентября 1965 года. Написала жительница Усть-Каменогорска Иванова. «Я приехала в Алматы в гости. Мне так нравится этот город, что, несмотря на мои 62 года, посетила все его достопримечательности. И вдруг по дороге в горы мне стало плохо. Скорая помощь доставила меня в село Каменка. Молодой фельдшер Тамара Мусубаева не отходила от меня. Столько энергии и внимания. По-моему, Тамара не ошиблась, выбрав профессию. Спасибо вам, Тамара. Я чувствую себя хорошо». Вот так выражали свою благодарность и уважение к профессии в далекие 60-е. А в сентябре 1970 года в Джасказганской области в магазинах и столовых допускались обсчеты и обвес покупателей, продажа дефицитных товаров из-под прилавка, завышение цен, халатное отношение к хранению товара. Эти недостатки стали возможными, потому что директор горторга и заведующая общепитом не повышали ответственность за порученное дело, не соблюдали принципов советской торговли. Городской комитет народного контроля строго наказал виновных. И предложил им устранить недостатки в работе. В 1975 году больших спортивных успехов на 4-й спартаке одинородов СССР, посвященной 30-летию Великой Победы, добились казахстанцы. Заслуженный тренер Казахской ССР Байден, мастера спорта СССР и международного класса быков, горшков, ушкемпиров, шуваева. Президиум Верховного Совета Казахской ССР наградил их почетной грамотой. Большая группа тренеров и спортсменов удостоены грамоты Верховного Совета Казахской ССР. Ну а в завершении хотелось бы пожелать всем хорошего настроения и, так сказать, бодрости духа. До завтра в это же время. Что-то вы, Вера, сегодня в каком-то подозрительном настроении. Улыбаетесь, добрая какая-то. Знаете, Семен, это мое нормальное состояние. Я вообще людей люблю. Знаете, я вас как люблю. Вообще обожаю. Я вот стою с вами каждый день и думаю, ну как же мне повезло. Работаю, так сказать, с таким красивым, молодым, талантливым человеком. Семен, а бампер на вашей Ауди дорогой? Да нет, вроде бы. А капот? Ну, неважно. До свидания, друзья. До завтра. Мало кто знает, но раньше... Это на каком я сейчас ежике сказала. На протяжении 35 лет в Тулузе местные жители раз в год готовят гигантский омлет. В 70-х годах группа приятелей придумала оригинальный способ прославить родной город. Приготовить самый большой омлет на свете. С тех пор каждый год по доброй традиции сотни жителей города от мала до велика одевают поварские колпаки и фартуки и целое утро разбивают яйца в кастрюле. Более 15 тысяч яиц идет о приготовлении одного из любимых французских лакомств. А пожарить такое гигантское творение кулинаров можно лишь на специально отлитой сковороде диаметром 4 метра. Веселый праздник собирает всех желающих поучаствовать в процессе приготовления или дегустации блюда. Кулинарный почин подхватили различные страны. И теперь такое же празднество устраивается в Бельгии, Соединенных Штатах и Новой Каледонии. А в Нью-Йорке необычный атлетический номер выполнил 76-летний силач. Шри Чин Мой поднял платформу с тремя лошадьми общим весом чуть более двух тонн. Так пожилой геркулес демонстрировал свою любовь к этим животным. По его убеждению лошади всю жизнь служат человеку, и в знак благодарности он возносит их к небу. При скоплении любопытствующих нью-йоркцев атлет индийского происхождения ставит рекорд достойный книги Гиннесса. Поднять платформу с тремя животными Шри Чин Мой помог особый механизм, напоминающий спортивный тренажер. Главная нагрузка пришлась на мышцы голени. Оторвать от земли большой вес таким оригинальным способом до этого никому не удавалось. Но активный пенсионер и на этом не останавливается. Любовь и уважение питает он не только к лошадям, но и к слонам. А потому по заведенной привычке поднимает их на платформе единым усилием мышц голени. В это время в Хорватии, в одной из деревень неподалеку от города Задара, вот уже три года Стивен Гравак живет на дереве в саду собственного дома. Спальный мешок и ветки деревьев вместо кровати и дождевая вода для принятия души и стирки. Самовольно захвативший дом Стивена жилец обязан по предписанию суда выехать из чужого владения, но пока этого не делает. Тем временем Стивен стал героем репортажей иностранных СМИ. Гравак не унывает и все свободное время занимается выделыванием земли. На жизнь себе он способен заработать урожаем с богатых виноградников и никакой социальной помощи принимать не собирается. Следующую весну Стивен надеется любоваться на место своего нынешнего жилища из окна дома. В Брюсселе защитники природы сняли с себя верхнюю одежду и проехали по улицам на велосипедах. Акция призвана привлечь внимание к вреду, наносимому окружающей среде автомобилями. Но помимо экологии, акция поднимает вопрос и о безопасности пешеходов и велосипедистов. Сто участников демарша – это лишь малая часть энтузиастов со всего мира, договорившихся организовать подобную поездку по улицам городов в 40 странах. Велосипед избран в качестве наглядной демонстрации дружественного природе средства передвижения. Форма одежды демонстрантов – тоже, судя по всему, движение в сторону наиболее естественного облика человека. Сладкие сны – это когда хорошо спят и во рту что-то сладкое. Я думаю, что это когда порт приносят и тогда, что что-то очень нравится и вкусно. Это сладкие сны называются. Я так думаю. Это когда радостные сны бывают. У меня не сны ужаснее. Сладкие – это если ты сладко засыпаешь, если ты рад, что у тебя такой сон, если у тебя сон такой, что у тебя мама сильно обняла. Сладкие сны – это когда спишь. И во сне так видит принцессу, елочку. Подарки. И Новый год. Сладкие сны – это про овощи. Сладкий сны – это когда хорошо спится и хорошо. Ему только снится про меня. Не только про тебя, и про ночные кошмары. Утром надо просыпаться весело. И надо, и надо людям говорить доброе утро. Всем людям говорить доброе утро. И это только первые 30 лет. Мы благодарны каждому телезрителю за то, что вы с нами. Мы делаем общую историю. Не переключайтесь. Смотрите КТК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова